Всем доброе утро, ребят! У меня очередной день в Сюрках. Вчера отработали, просидели на РЦ-5. Сегодня еду по часовой Роблаз. Но что-то мне подсказывает, что все-таки по часовой я не особо надолго зависну. Поэтому буду, наверное, еще все-то параллельно смотреть. Посмотрим. Пока. Пока едем. Время у нас 8.30. Настрой такой. Если честно, я вообще не могу с утра вставать. Сегодня опять 8 часов проснулся. Когда мне куда-то надо и с утра вставать, это просто жуть какая-то. Так что... Посмотрим. Даже пока голова не работает. Повторюсь уже на второй день. Я вам сейчас покажу, как поддона нужно возить. Газель и так далее. Это вообще смысл заказывать, если... Вот смотрите, сколько. 3-4 поддона в чепульку помещается. Три поддона точно в салоне помещается. Еще и пять сверху. Вообще бомба! Ну взбодрил меня этот дядька, конечно. Вот мне интересно, насколько... Опять-таки не хочу ни над кем так, чтобы это выглядело сейчас со стороны. Прям смеюсь над кем. Ну типа... Насколько должны быть ценные поддоны, чтобы засунуть их в легковую машину в себя вести. Я не знаю. Ну ладно, у всех все по-разному. Хотя, с другой стороны, у меня батя, ну с братом, они в чепырке, я помню, загрузили тоже. Ну задний ряд вообще убрали, тоже дрова загрузили, повезли дрова, по-моему там она пассажная такая была. Поэтому, наверное, я рано посмеялся. Но все же вот это вообще кайф. Вау! Иначе еще качаются, смотри. Без посадки авто нет, короче. Подъехал к БК. Сейчас посмотрю, сделали здесь дорогу. Ну такая же относительно ухабистая. Короче, не помню зима, вроде это была вот эта же перехода. Я здесь на фуре был. И, кстати, на удивление что-то здесь машин нет. Тут обычно вся парковка эта забита. Я вот из-за вот этого перехода, короче, сдавал назад. Он сильный был. У меня, получается, третья ось на прицепе опустилась. А эти две еще нет. И третья слишком низко опустилась. У меня подушка хлопнула. Исходя из этого, у меня воздух нигде не качал. На выгрузку я заехать не смог. Вот такая вот ситуация была. Ладно, ребят, сейчас пойду на проходную. Дальше. Я не помню, там можно, не можно снимать. Я могу точно сказать, что там даже эти... Даже съемка запрещена. Ой, съемка, блин. В шортах там даже запрещено ходить, короче. Поэтому посмотрим, что там. Пойду. Какая здесь. Улица красивая. Но не улица, как он, дворик, так скажем. Фу, время 9.13 уже, ребят. Но у нас почасовая, поэтому особо сильно не торопимся. Но и, честно, я наглеть не люблю лишний раз где-то тусоваться, сидеть. Я как бы... Сейчас буду, расскажу. Я не договорил насчет по часовой. Я лучше клиенту скажу, что вот я побыстрее пошустрил тут, там и как бы, чтобы мне просто накинули, допустим, часики. Вот на таком дальняк можно газовать, кстати говоря. Хотя сейчас, короче, я же говорил вам то, что я не продумаю продавать. Думаю, все-таки поковыряю себя с ним. Разбирали мы с братом, короче, пришлось полностью разобрать сцепление. У меня маховик открутился. Маховик закрутили. Я вроде говорил уже про это. И вот сейчас мне сюда надо будет заезжать. Но маховик нужно там такими усилиями крутить. Там нужно рычагом его и так далее. А у нас даже ключа не было. Мы его галкой подкрутили. Но это фигня полнейшая. Поэтому нужно опять сейчас все разбирать. Нормально крутить. По-хорошему новую какую-нибудь прочную шпонку ставить туда. Короче, есть момент. Я заехал на территорию. Где этих примечаний о том, что видеосъемка запрещена, не увидел. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Поэтому, думаю, по шапке не получу. Вот такая территория. Ладно, где склады? Уж просто из своих соображений, так скажем, не будем показывать. Короче, сейчас еду до готовой продукции. Прикольно здесь ехать. Я здесь вспоминаю, потому что я здесь так часто был на этом... Я здесь так часто выгружался на фуре. Ездил в Томск. У меня всегда... Ну, как? Да, частый маршрут был. Я ехал, грузился в Нижнекамске на заводе. С Нижнекамска ехал в Москву или в Питер. Ну, чаще в Москву. Каучуг, там полистирол, всякая такая тема, короче. Потом с Москвы грузил запчасти Toyota в Новосибирск. Помню, было время, когда мы в Новосибирск вообще... С Новосибирска в Томск пустыне ездили. Очень кайф был. Ты знаешь, что ты в Новосибирске едешь в Томск. В Томск грузят... На такой улочке, знаете, в спальном районе грузят эти... Прессованный, короче, картон, ну, вся к макулатуру. И все, и ты едешь домой в Челны. Вообще просто... Такие рейсы налегке были, если честно. Но там жаль, оплата не очень была, особенно по сегодняшним меркам. Сейчас уже платят 12-10 рублей за километр. Так, склад готов продукцию. Налево, что ли, мне, е-мое. Склад готов продукции. Что-то я проехал, поход делал. Ладно, что-то я заговорился, поход, парень. Буду искать. А что, может, проехать нужно? Эх, жалко, что у меня, типа, часовая, приходится время тянуть. Да-да, опять-таки я не специально. Честно скажу, не специально. Я больше на совесть привык работать. Так, здесь односторонка, походу, вообще. Ага, вон там вот склад готов продукции. Мне, скорее всего, туда. Так, почему здесь односторонка, не могу понять. Может, отсюда можно проехать. Так, там еще фур, походу, много. Хотя мне сказали, что мою продукцию уже вывезли. Сейчас буду уточнять. Так, так, так. Куда есть газель? Вот там, где зелька стоит с номерами, которые на тенте. Если не ошибаюсь. Да, я как раз видео снимал, он тоже подъезжал. Значит, мне куда-то туда. Где-то там газели отгружают, походу. Вон, сейчас встану. Все, сейчас какой расклад. Сейчас иду. Это я опять процесс работы показываю. Сейчас иду, ищу колдовщика. Показываю документы колдовщику. Говорю, что у меня уже... Ну, в моем случае, мне продукцию уже вывезли. А так бывает так, что ты сидишь и ждешь. Там очередь занимаешь живую или еще что. Сейчас посмотрим, как здесь будет. Так, короче, ребят, что я могу сказать. У меня почасовая. Машин в море. Но такой момент, что... Я заезжаю, грубо говоря, без очереди. Ну как, без очереди. Тут ворота какие-то свободные есть. Мне говорят, ставьте на седьмой ворот. Потому что моя продукция готова. Как-то, с одной стороны, нужно радоваться. Типа, прикольно. Но если бы это было по рейсовой, вообще кайф был бы, если честно. Вот. Ну ладно. Нормально. Сейчас... Это значит, что быстро отрабатываем. И первое, это можно заниматься своими делами. Второе, это можно искать новый груз. Посмотрим. Может быть, мотоцикл разберу. Пока такой этот. Гараж тоже хороший. На стоянке такой себе. Там разбирать что-то. Так, на седьмую. Вот сюда вот, я не знаю, у меня лопатка не упадет туда. Е-мое. Они еще загоняют, я не знаю, с погрузчиком. Это вообще коротко. Ладно, сейчас стою на ворота. Сейчас еще нужно открыть ворота, я забыл. И... Фух. Буду смотреть, надеяться, что лопата нормально упадет там. Потому что у меня эти уголки, сейчас я вам покажу их. Все нормально, меня поставили на вторые ворота. Там уже стоит машина, еще вот эта машина в очереди стоит. Так что... Придется подождать. Ладно, подождем немножечко. Так, что я еще хотел сделать, забыл, блин. Забыл. Вот так вот у меня машина здесь стоит. Получается... Подбойник. Не дает, вижу, подъехать. Ну, тут я думаю металл. А, нет. Сейчас, в принципе, погрузчик подгонят. Надеюсь, рохли найдут, потому что здесь погрузчиком не варят сюда заезжать. И я буду закатывать уже сам. Этот момент... Короче, нелегкие деньги. Исходя из того, что я рохлями работаю здесь. Вот три палета застащили. Но здесь еще сверху вот так вот кладут. Один я вообще вот эту вручную начал толкать. До сюда дотолкал, а потом вот этот привозит вторую. Ну, е-мое. Так что сейчас вот так вот сюда палет ставят. Сверху еще кубик ставят. Я рохли поднимаю, сюда ставлю, закатываю. И вот такая работа, ребята. Так что здесь еще и грузчиком поработаю. Немного калорий придется сбросить. Фух. Ладно. Они, не на удивление, не на удивление, а к счастью, они легкие. Но все равно с утра пораньше... Я говорю, я сюда все. Я, короче, больше работу на утро, наверное, не буду брать. Есть только какой-то там лютый дальничок, кайфовый. А так просто по городу покататься. Что-то у меня нет желания вообще. Мне больше нравится сидеть там до часа, до пол второго, монтировать видосы или там каким-то своим делам другим заниматься. Потом с утра часиков так в десять проснуться в полдесятого, лениво поваляться в кровати, посмотреть груза, поискать. Вот этот мне нравится. Трудотерапия тоже нужна. Время десять тридцать три. Вот так вот меня набили. Казалось, не семь, а девять палет. Первый раз вообще вроде как я по максимуму палет гружу. Но тут, если не ошибаюсь, десять палет у меня должно залазить. Не знаю, почему девять зашло, но... Ладно, сейчас закрываюсь, иду за документами. Потом мне до выгрузки еще ехать. Я не знаю, посмотрим сколько мне ехать до выгрузки. Но сильно торопиться уж не будем, как бы. Мы же погруженные наверх. А, сейчас на превьюшку сфоткаю. Еще, ребят, такой момент, исходя из просмотров видео. Ну, как бы, сразу скажу, я это тоже все понимаю. Но есть мысли просто перестать вот эти обыденные влоги снимать. Снимать только там дальники какие-то. Я не знаю, напишите в комментариях. Опять-таки, чтобы это не показалось нытьем каким-то. Ну, а вот, мое мнение такое. Потому что, ну, реально, видео мало набирают. Сейчас даже по лайкам мы не попадаем, так как было. Соответственно, видосы в рекомендации не вылетают. По подписчикам относительно тормознули. Ну, я не люблю говорить подписчики, а люблю говорить зрителей. Ладно, ребят, все, пошел я на эту обеспечерскую. Короче, парни, такой интересный момент. Это я вам так показал, честно, сколько здесь фур стоит. Такой интересный момент. Меня сейчас на весы сказали заезжать. Человек, который меня сюда отправлял, сказал, что все нормально, здесь по весам все проходит. Также я знаю, что когда висят заявки какие-то сюда, пишут, что грузит по СТС. Вот сейчас посмотрим. Кто прав, так скажу. Будет просто жесть, если меня сейчас просто сам не пробьют. Ну, не пусть. Посмотрим. Ну, опять-таки, у меня такой момент. Ладно. Я надеюсь, сотрудники не смотрят меня. Ну, по крайней мере, если кто смотрит, то все нормальные ребята. Короче, такой момент, что у меня в СТС не указана разрешенная грузоподъемность. То есть, у меня не разрешенный, не снаряженный, ничего вообще. У меня прочерки стоят. Вот тут вот интересный момент. Посмотрим. Так, по весу, исходя из того, что он наверх, я не знаю, тонна там максимум. Это в лучшем случае. Посмотрим. Так, весы-весы. Я уже забыл, где здесь весы вообще находятся. Ну, Каматракс по ходу или нет? У тебя с воротами вряд ли. Я сколько на мешке катался уже. Мне ворот никто не хотел давать. Я говорю, что хорошие машины, хорошие водители. С тем учетом, что я всегда приезжал в срок. Большие километры бывало мотал. Особенно, когда еще шоколазавр, так скажем, был. Так, что здесь нужно? Движение по авто и сам про разрешенный сигнал стафора. Так, у меня вот разрешенный сигнал стафора. Хотя человек еще оттуда не уехал. Если не ошибаюсь, я сейчас здесь проезжаю. Иду туда в окошечко. Вроде как. И далее. Давайте. Пят, хочу вам такую интересную тему показать. Смотрите, три с половиной. Это моя, оказывается, я сейчас его видел. Это вот буквально до того, как на весы заехать. Говорил, что я не мог найти то, что у меня нету. Ни разрешенный, ни максимальный. В итоге, максимальная разрешенная масса моя, снаряженная, совсем груженная. Три с половиной тонны этой вообще моей машины. Смотрите, я заехал на весы. Показываю вам. Вот он, говорит, номер мой. 603. И вот мой вес автомобиля. 4 тонны, 870 килограмм. При том, что моя разрешенная, это три с половиной. Но, хочу сказать, я сейчас посчитал. 2,190, это меня сейчас якобы загрузили. Но, по факту, 2,190 там нету физически. Потому, что даже и по рессорам. Кстати, сейчас даже я вам рессоры покажу. И по рессорам, и по весу палета. Потому, что я этот палет сам вручную таскал. Нет этого. Вот теперь, прикиньте, кто таскает по три тонны, по три с половиной. Есть такие, там и до четырех таскают. Прикиньте, какая полностью у них снаряженная масса. Вот у меня здесь рессора еще не легла. А, ну, здесь легла. Ну, полторы есть максимум. Ну, не две, сто, короче. Точно. Вот. Так, я сейчас пошел, вернулся. Мне позвонили, сказали, что забыли мне образцы дать. Я к тому, что, прикиньте, какая масса. И вот эти вот тормоза бедные, я не знаю. Волговские. У Волги, наверное, лучше тормоза. И они вот эту всю тему просто пытаются оттормозить. Это вообще жесть какая-то. Вот сейчас вот эта вот машинка маленькая, это 5 тонн почти полностью. Все, если на весе я заехал, 4 800. Просто жесть. Будет, наверное, прикольно, если все будут грузиться по этому, по грузоподъемности. И ребята на пятитониках выдохнуть. То, что бузолисты много работ не будут забирать у них. Все выдохнут, я думаю. И на каблуках начнут нормально ездить, и на газелях. Но это мои предположения. Это такие же предположения, как многие думают, когда я что-то снимаю. То, что если вот я, например, не буду снимать, то все будет классно вообще. В грузоперевозках все станет лучше. Никто не будет покупать газели, и все будет классно. В такой момент мне женщина на весах говорит, ты, говорит, сейчас ехал. Я, говорит, смотрю, у тебя машина уже как будто скоро сломается. А у меня вот здесь, короче, кабина. Ну, я так понял, подушки или что сели. Потому что рама сама ровная. А вот кабина, видите, как вниз. И ощущение, да, реально, как будто сейчас машина поломается. И там вон дело в подушках. Ну, видите что? Ну, я надеюсь, конечно, в подушках. Сейчас через полчаса вам видео скидываю это. Сейчас я вставлю. Так. Ну, нет, вон. Рама норм. Чисто вот от старой покраски. Сейчас уберу. Покажу вам, что там происходит. Сейчас сам залезу, посмотрю. Да, рама нормуль. Так, ну, это вот вырезана, походу, трещина была. Или что, я не знаю, зачем она так вырезана здесь была. Ну, пацаны, забыл вам по поводу момента с перегрузом сказать. То, что ПСТС и ПСТС. Да, реально, здесь груз ПСТС. Просто организация, куда я еду, они написали, как типа... Ну, короче, суть в том, что организация, куда я везу, они ответственны за мой перегруз. Исходя из этого меня отпустили. Вот. Ну, естественно, газели никто не тормозит. Хоть ты туда 10 тонн закинь. Пока что не тормозит. Повторюсь, пока что. Наверное. Ладно. Сейчас, кстати, еще будет дополнительная волна хейтеров скажет, нафиг ты вообще про веса теперь начал говорить. Говорил, мы уже смирились, что ты про бабки начал говорить. Зачем ты про веса говоришь? Я еще по весам буду тормозить. Ребят, все уже давно это знают, как бы. Когда кто-то там газелист едет, и вот так у него вот так газель стоит, в небо светит, и... Гаишники же тоже не дебилы, как бы они понимают, что там недалеко не тонна лежит. Вот. Смотри, я сейчас на КПП. Сейчас. Вот эта малышка выезжает. Я понял. И я. Стартуем. Так, время у нас. 11.07. До выгрузки еще ехать где-то полчасика. Надо заехать попить, наверное, купить, заправиться. Посмотрим. Ну и выгружать, наверное, там минимум полчаса будет. Посмотрим. На, ребят, двигаю. Опять-таки, сразу прошу прощения за рваный влог. Опять моментами где-то такое... Как это... Беспоследовательности получаются видосы. Но стараюсь, короче, честно стараюсь. Здесь жара, голова кипит. Не выспался опять. Так что... Прошу понять и простить. Добрался до места выгрузки. Это завод. Время 11.46. Но мне сейчас позвонил человек. Сказал, что у них там с 12 до часу обед. Придется подождать. Вот. Поэтому я пока прогуляюсь. Так там светофор. Но там вроде есть что-то фастфудное рядом продавалось. Не ошибаюсь. Что-то светофор не очень хочется ничего покупать. Пойду прогуляюсь. Что-нибудь попить взять. Покушать. Погрызть. И... Будем заезжать уже после обеда, ребята. Дальше посмотрим, сколько там на выгрузку по времени. И посчитаем с вами. Звоним в копилочку. А вы, ребята, напишите в комментарии пока. Я просто сам в раздумьях вам уже говорил. Снимать такие короткие видосы или нет вообще. Вот эти по городу и так далее. Честно, первые там сколько я снимал. Первые полтора-два месяца я максимально заряжен был. Сейчас когда просмотры набора стали на спад. Но мы приехали. Думаю, может я все-таки не то делаю. Ладно. Давайте без нытья. Включаюсь дальше. Так. Короче, заехал на территорию, ребята. Куда именно? Так я не понял что-то. Куда мне здесь на выгрузку вставать? Какая территория? Вон там в шоколадке можно купить кофе. Все дела. Так. Ладно, сейчас буду звонить. Время у нас 13-12. Меня пустили на территорию. Думаю, как раз за двух будем. Сейчас надо позвонить. Ух ты, велики. Здесь на великах походу приезжают сюда. Все, выезжаю с завода. Время у нас 13-48. Получается работа была с 9 утра до двух дня. Ну, как работа? Я уже сам видел. А, нет, вы не видели. Я же не включался и мы же не в прямом эфире. Когда я выезжал, получается, с загрузки. И когда я приехал, уже сюда, получается, вы видели. Сидел я где-то сколько? Два часа я сидел здесь. Там, наверное, час я где-то потусовался. Ну, тут в чем кайф, то что я не потратил топливо особо. В этом прикол. Так что кидаю в копилочку четыре с половиной. Поработали с девяти до двух. Я считаю, нормально, исходя из того, что я сейчас... Опа, на. Смотрите. Не хватает мне выворота, ё-моё. Сходя из того, что у меня еще, можно сказать, весь день впереди. Это кайф. А я, ребят, хочу вам напомнить. Я не показываю, как я много зарабатываю. Я просто показываю, как я работаю, какие у меня дни происходят. То есть сегодня так, завтра по-другому будет. Просто завтра по-другому. Возможно, я не знаю. Что-то в последнее время реально не сурка у меня. Плюс-минус одинаковые рейсы. Как так? Ребят, ну, кого я не буду уговаривать, просить лайки. Просто, если понравилось, ставьте лайк. Если хотите меня поддержать, ставьте лайк. Ого-го-го. Всё, у меня полетело. Здесь у меня там бардак. Всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всё-таки досталось. Всё-таки я говорил, безопасное для вас место точно.